Разговоры о том, что университетскую науку нужно в максимально короткие сроки приблизить к лучшим мировым стандартам, ходят давно. Первые шаги на этом нелегком пути уже сделаны, как минимум с открытием первого в Гродно научно-технологического парка. Резидентов здесь пока немного, всего шесть, зато какие. К примеру, Александр Лобаневский, который 15 лет назад разработал уникальный лазер, долгое время трудился в столице, сейчас вернулся в Гродно. Признается, у Гродненского технопарка есть большой потенциал как для общего развития, так и для продвижения его разработок. Особенность в том, что он один, дает три лазерных луча с разными свойствами, но генератор один. И такие высокие мощности и характеристики в мире никто не смог повторить за 15 лет. Партия лазеров была изготовлена 12 лет назад, она работает 12 лет в крупнейшей клинике Белоруссии, это в Боровлянах, это крупнейшая клиника в нашей республике. Сделано около 4000 операций, две диссертационные работы и достаточно много больных получили высококвалифицированную помощь. Некоторые операции уникальны, они делаются только с помощью лазера. Подобные разработки поставляют за границу, да и сама технология с большим успехом продается за рубежом. Нанотехнологии используются не только в сфере медицины, хотя это, по словам руководителя города, в приоритете. IT-технологии и BIM-технологии – это новые способы организации создания архитектурных решений. Пока эти направления наиболее востребованы среди резидентов технопарка. Еще одна компания, резидент, которая будет производить электромобили, начинают они сейчас с электромобилей ретро, то есть ретроавтомобили, переводят на электротягу для того, чтобы работать с туристами, которых у нас достаточно много здесь в безвизовой зоне. В Европе сейчас это достаточно востребовано и вот они будут уже осенью готовы представить первый такой электромобиль. Технопарк называют точкой роста для разработчиков. Здесь есть все возможности для развития технологии, а главное – это ресурс для привлечения людей в проект. Преимущество оценили специалисты на выездном заседании по предпринимательству. Они отметили, что основная задача технопарка – не превратиться в бизнес-центр, а дать возможность реализовать идеи реального производства. А для этого созданы все условия. Здесь есть 3D-принтер для производства продукции медицинского назначения, мощные компьютеры для IT-разработок, возможности для работы над инновационными биотехнологиями. При этом условия технопарка экономически подходят для резидентов. Идея развития технопарка – это создание производственных цехов на базе бывшего завода, который закрыт уже многие годы. Создать здесь достаточно предприятие высокоемкое, не энергоемкое с созданием нанопродуктов. Высокие технологии и разработки привлекают молодых людей, однако специалисты рекомендуют прививать любовь к такой науке, начиная со средних классов. В 2021 году планируется открыть национальный детский технопарк. IT-технологии, робототехника – основные направления, по которым будут обучаться дети с 6 по 11 классов. В инфраструктуру войдут учебно-лабораторный корпус с современным оборудованием и общежития для учащихся. Все это делается для поддержки одаренных детей, которые выведут белорусские технологии на качественно новый уровень. Яна Мельниченко, Сергей Печерисов, Новости Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok